Как и миллионы других иммигрантов, я перебрался в Европу в поисках лучшей жизни. Очень скоро я понял, что чужаки вроде меня обречены на нищенское существование. Жалкую работенку за гроши и комнату в гетто. Поэтому сейчас мой бизнес вне закона. Да, я знаю, что многие из вас меня осудят и назовут бандитом. Что ж, пусть так. Я такой, какой я есть. Только я в ответе за свои решения и поступки. Это моя жизнь. И это моя история. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эмиль сказал, что доход сильно упал Клиентов почти нет Жалуется, что выручка нулевая Заплатить пока нам не может Отсрочку дать просит, что думаешь? У Эмиля дискотека переполнена каждую ночь Да, но он умолял Слушай, брат Пойти навстречу можно, конечно Просто кто знает, а вдруг он врет А моему отсрочку и непонятно Насколько другие это просекут И тоже начнут юлить Зачем нам такие проблемы? Что скажешь? Хорошо, Малик, хорошо О Жан-Мишеле? Что думаешь? А, только и базары про этого Жан-Мишеля Ну, кто он такой? Он Самый крупный наркоторговец Сначала работал только в Бельгии А теперь И к нам пожаловал Расширяет бизнес Подминает под себя всех парижских барыг Скоро вся Франция будет его Местные албанцы И турки Уже с ним плотно сотрудничают Давай предоставим ему наши точки для сбыта И хорошо заработаем Торговля оружием это неплохо Но порошок это новый уровень Опять эта тема Оружие это одно А наркотики это совершенно другое Понимаешь, Ислам? Да кого это волнует? Это огромные деньги, брат Конечно, огромные Но этой отравы не будет на наших точках Наши родные дети ходят по этим улицам Ты что, их на эту дурь хочешь подсадить? Кому надо и так достанут У тех же турков или албанцев Вот и пусть достают у турков и албанцев Но не у чеченцев Это не наша тема Мы в это дерьмо не вляпаемся Слушай, хотим мы или нет Но за Жан-Мишелем будущее Брат, давай попробуем Хотя бы делать бизнес с ним Разрешим ему торговать на двух-трех наших точках Посмотрим на прибыль и решим, как быть Ты не понимаешь, дел не в деньгах От наркоты одни проблемы Понимаешь, он уже поставил дилера на нашу точку Что ты сказал? Ну и где он сейчас? У спортзала У спортзала, значит Брат, успокойся Жан-Мишель опасный человек Идти против него не надо Подумай Не делай сейчас то, о чем потом пожалеешь Ну все, хватит Меня это все задрало Давай, выходи У тебя дел полно Черт, вот же упрямый Да плевать мне на Чечена Раз босс разрешил торговать на его точке Я буду торговать Пусть только вякнет Да этот Чечен Пустое место, поняли? Продолжение следует... Прожок полный Детежник И каваш Все как заказывал Приятно иметь с тобой Пусть и чечен Товарищи, тут все Да, тут все Ну ладно, я не делю Иди Эй, Олн, далеко собрался, а? Думал, я тебя не найду, а? Гони бабло, быстро Посмотрим, что у тебя здесь Так, забираю свое Остальное оставь себе Вали давай отсюда Это за защиту Понятно Большое спасибо вам за Ну а вот еще, держи Хорошо Ну что, все в порядке? Паскаль Из автосервиса не все заплатил Ты разрешил? Не понял, я не разрешал Мне поехать разобраться, да? Нет, тебе не надо Ты считай Да я и так уже почти весь день Занимаюсь этим Классно работаешь Как бухгалтер Надо машинку счетную купить Зачем машинка? Ты же есть Да, бесплатный Ладно, машинка, считай А мне надо перетереть с Паскалем Такой наглости прощать ему нельзя Привет, Паскаль Бог автосервиса Как дела идут? Привет, Малик Хорошо Хорошо, а сам как? Ничего, спасибо Давай-ка прокатимся со мной А что случилось? Да, что-то постукивает Послушаешь Может, мой механик посмотрим? Давай, давай Я позову его Я ничего не слышу Ничего Стареешь, Паскаль Вот у бардачка Там? Да, да, там Не слышно ничего? Да вот, вот Ну, реально Ничего же не слышно Где этот звук? Вот так Теперь слышишь? Ты сломал мне нос Да похорон заживет Ты сломал мне нос На, вытрись Не заляпай мне машину в свою кровью Химчистка будет за твой счет Вот, все чисто Так, где мои деньги? Я делал сервис ремонт Вот, думал, не заметишь Что меньше денег тебе отдал Извини Дурак Ты мне завтра Тройную оплату принесешь Дошло? Тройную? Да А где же мне столько бабла взять? А ты думаешь, я не знаю Что ты ставишь своим клиентом Старые детали по цене новых? Хорошо Мне негде взять столько Можно через месяц отдам? Что? Месяц? Два дня Два дня Можно хотя бы Можно пойти на ты Ко всюду Топай ножками Засранец Смени подгузник Воняешь Босс Мы пока не смогли Начать торговлю На точках Чечена Меня это не волнует Пусть Мане Встретится с ним И закроет вопрос КОНЕЦ КОНЕЦ Я ислам говорю Надо встретиться, Малик. Уже еду. Слушай, брат, наши точки пока недоступны Жан-Мишелю. Но это ненадолго. Люди Жан-Мишеля вышли на меня через наших знакомых албанцев. Назначили встречу на сегодня на их складе. С тобой будет говорить Моне, он правая рука Жан-Мишеля. Хотят договориться о торговле на наших точках. Надо соглашаться на их условия, пока что-то предлагают. Иначе мы можем лишиться нашего бизнеса. Всем привет. Как дела идут? Хорошо. Как сам? Бывало и лучше. Вот наши условия. Ты будешь получать с каждой своей точки 5% от выручки. С твоего ночного клуба мы готовы предложить 10%. Насчет полиции не беспокойся. У тебя с ними проблем не будет. Арно будет работать с тобой. Он отвечает за товар и всех дилеров. Бабки тоже будешь получать от него. Нет. Мне это не интересно. Ты в этом уверен? Уверен. Подумай хорошенько, прежде чем еще раз отказаться. Слышь, ты задолбал. Оглянись вокруг. Ты не видишь? Уже весь Париж. Принадлежит Жан-Мишелю. У тебя будет столько денег, сколько ты в глаза не видел. Уясни. Не все деньгами меряется. Я с этой отравой связываться не хочу. А мы, по-твоему, кто? Второсортное чмо? Ты пес. Забыл, как твой брат сначала пожал мне руку, но стоило мне отвернуться, он вытащил нож и напал сзади. Да он из-за тебя, тварь, инвалидом стал. И не может даже с постели встать. Спокойно, спокойно. Нет. Друг, сбавь оборуды, а? А теперь шаг назад, а то ноги переломаю. Так-то лучше. Чечен, не стоит. Быть таким принципиальным. Это же просто бизнес. Не тупой. Против вас лично я ничего не имею. И против вашего бизнеса тоже. Но дури на моих точках не будет. Пока. Это все. В европейских странах произошел миграционный взрыв, что, безусловно, выразилось в более предвзятом отношении к претендентам на получение статуса беженца. У всех мигрантов есть права человека, и эти права необходимо соблюдать. Мой проект «Я человек» запущен. Понадобились деньги на неотлежные нужды? Тебе не дали, а я дам. Деньги. Быстро и без отказа. Бесплатно. Каждому клиенту. Получи 100 тысяч рублей на 30 дней без процентов. Бери бабло точка ком. Лучшее предложение по беспроцентным займам. Онлайн-займы на карту без процентов. Переходи на сайт бери бабло точка ком и реши свою финансовую проблему сейчас. Мужчины 5 лет назад – это искреннее выражение моей веры, что каждый человек, приезжающий в эту страну, приезжает за помощью. Мужчин, наше личное процветание не имеет смысла, если оно не приносит пользу другим людям. Выступление было хорошее. Спасибо. Только ты пришел, как всегда, в самый последний момент, и очень многое пропустил. Но ты же знаешь, я занят практически всегда, беготня. А что с моими бумагами, готово? Естественно. Ты на машине? Да, да. Хорошо, тогда поедем ко мне домой, все бумаги с радостью. Мои лучшие юристы подготовили все документы. Придраться вообще не к чему. Можешь считать, что французское гражданство у тебя уже есть. Сколько я тебе дулю? Ничего не нужно. Семен, а ты знаешь, что я первый вид на жительство в Бельгии получал? Да. Но никогда не догадаешься, Семен, почему, как только я приехал в Бельгию, сразу же развелся. Почему? Иммигранты в Бельгии получают пособие 1200 евро на семью. А если разводятся, каждый получает по 1200 евро. Ну да. Муж оформляет левый адрес, а живет с женой. Но социальные работники, они же усекли это все. И приходят, проверяют их. Могут в 5 утра прийти, могут в 12 ночи. Приходится на ходу импровизировать. Прятаться под кровать или, например, в шкаф. Ну и там находили. Бывало, бывшие мужья в окно выпрыгивали. Без штанов. И ты в окно выпрыгивал, а? Нет, мне не приходилось. Но у меня был случай поинтересней. В 6 утра просыпаюсь от шума вертолета. Смотрю в окно. Прямо ко мне на крышу спускается спецназ. И такой громкий шум. Бах! Входная дверь слетает с петель. Менты в масках влетают в спальню. А я уже в штанах. Ну, заходят. Естественно, надевают мешок на голову. И загребают. Первое, что пришло в голову, думаю, ну зачем я затеял этот фиктивный развод? И что, столько полиции только из-за махинации с социальным пособием? Да, конечно, нет. Если бы это было из-за пособия, они бы просто пришли, бумаги заполнили бы. Ну и вызвали бы в суд. Это из-за одного чиновника, которого я избил. Понятно. Да, интересная, интересная история. Я своим коллегам обязательно расскажу. Посмеются от души. Кстати, Малик, как твоя жена, как сын? Я их давно не видел. Анзор-то уже, наверное, большой и вымахал. Фиктивный развод оказался реальностью потом. Ты не знал? Нет, я не знал. Ну вот, развелись. Теперь могу гулять с сыном только раз в месяц. Ладно, Семен, поеду я. У меня еще важная встреча. Попробуй, уже скоро готова будет. Да тебе больше достанется. Сам съешь. Потом увидимся, если что. На связи, давай. Давай. Алло, кто это? Это Жан-Мишель. Говори, я слушаю. Надо бы встретиться. Окей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так это ты, Чичин? Представляться не буду. Меня и так все знают. А вот ты кто? Ты поступил некрасиво. Тянул моих людей в бак с мусором. Потом не захотел работать с Мане. Но я прощаю. Так и быть. Ты же... Ты же, как и я, деловой человек. Я не такой, как ты. Ты наркоторговец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я наркоторговец. А ты что, ангел? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Арно. Это Арно. Его барыги будут работать на твоих точках. И не смей даже пальцем их тронуть. Иначе очень сильно пожалеешь. Ты это уяснил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брат, не злись. Я думал, что ты договорился с Жан-Мишелем. Проходите. Я только поэтому этого барыгу и пустил в клуб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ты, Чичан? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально. Ислам, просто покажи мне, где он. Только помягче. Он человек Арно, а следовательно, и Жан-Мишелин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вон он. Который? В наушниках. Понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цегай! Занято. На улицу отлить. Я же запретил торговать. Я не знал, я не знал. Не залипай. Я не знал. Нет, не стреляй. Замочу наркошка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, вылезай. Живо. Да быстрее. Не убивай меня. У меня семья. Копай. Но кто о них позаботится, кроме меня? У меня мама больна. Раньше надо было о маме думать. Моя мама, она не сможет без меня. Я правда не вру. Она не сможет. Пожалуйста, поверь мне. Расскажи-ка о бизнесе Жан-Мишеля. Окей, конечно. У Жан-Мишеля два крупных рынка сбыта товара. Это Бельгия и Франция. Моне, его правая рука, говорят, что Моне хочет стать независимым и развивать свою собственную сеть. А Жан-Мишель позволит? Я не знаю. Это не мой уровень. Я только мелкий дилер. Арно говорит, где торговать. Я торгую и все. У меня дочка маленькая. Не убивай. Прошу тебя. Пожалуйста. Как мне надоело твое нытье. Хватит. Дай мне лопату. Нет, не готова еще. Надо копать. Не убивай. Я много знаю. У Жан-Мишеля есть катер. Хорош. Давай сюда лопату мне. Катер у Пирса 8 в Сен-Дени. Вот там каждое утро бывает. Если еще раз замечу тебя рядом с моей дискотекой, ты больше не жилец. Спасибо. А ты меня больше не увидишь. Верни мне мой товар. Верни товар. Прошу. Умоляю. Товар? Да. Вот это, да? Да, да. Спасибо. Нет, что ты делаешь? Забирай. И передай всем, что наркоты никогда не будет на моих точках. Слушаю. Малик. Да? Это Арно. Ну что? Ты всегда оставляешь свою тачку незакрытой? А какая тебе разница? Ты вонючий кусок дерьма. Что тебе надо? Я забрал тачку за долги. Тебя тысячу евро за товар. Хорошо. Ты где? У ратуши. В центре? Да. Я буду через пять минут. Так. Черт. Мать. Ты мне куртку порвал. И не смей больше трогать моих людей. Если хочешь свою тачку назад, гони тысячи евро. Так что? Бабки при тебе? Конечно. Тормозни. Сейчас деньги достану. Угу. Ладно. Не убивай меня. Прошу, не надо. Давай рассказывай. Он чуть заживо не похоронил нашего дилера, а потом едва не задушил Арно. Да как этот вонючий иммигрант посмел попереть против меня? Я же вам говорил, не связываться с этим чеченцем. Он очень опасен. И ты еще будешь указывать мне? Указывать, что делать мне? Ну, кто здесь босс? Ты или я? Кто здесь босс? Конечно, вы. Давай звони мусору. Нашему? Конечно, нашему яшему плачу, кредитин! Гони. Давай гони на полную. Ублюдок-то решил со мной тягаться? Ну что, сломалась посудина? Урод, развернись! Чечень, ты хоть плавать умеешь, а? Не охрипни. Ты Филиппа зови, если будешь тонуть. Он где-то там плавает. Скоро выезжаем. Надо показать этим чертовым нигерийцам их место в нашем городе. Не расслабляемся. Смотрите. Делаете обманку и уходите в ноги. Раз, и он на земле. Нет ничего сложного. Пока. Продолжайте сами. Ассаламарикум, брат. Я не понимаю, зачем ты лезешь на рожон? Скажи мне, а? Ну что, мне замолчать, брат? Жан Мишель, это тебе непростой фраер. Почти все группировки во Франции уже под ним. И что с того? И шеф полиции, и его человек. Он может устроить нам большие проблемы. Если начнется война, то мы проиграем. Я надеюсь, ты этого Арно не убил? Да все нормально будет с этим уродом. Пару дней полежит в больничке. А насчет войны не беспокойся. Твоей помощи я не прошу. Можешь подождать в сторонке. Не больно? Малик, подожди. Подожди, остановись. Ты не так все понял. Я на твоей стороне, чтобы не случилось. Ну, а сейчас надо выждать. Хорошо, брат? Ну, хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Друзья, мы все решим. Так решайте. Я что тебе позвал, чтобы выпивать? итак что ты узнал он работает тихо у нас на него ничего нет настоящее имя малек прозвище чечен он служил спецназе российском лет десять назад эмигрировал бельгию потом перебрался во францию есть сын с женой развелся и все все у него десятки точек различных дискотек и клубов которые он крышует он толкает оружие он вообще-то не пирожки продает в булочной и у вас на него ничего нет не забывай что только благодаря мне ты стал шефом полиции ну да конечно куда ни ткни одни бестолочи такое ощущение что меня окружают одни придурки дерьмо может тебя на пенсию отправить если ты ничего уже не можешь ваши люди может они его убьют а за что я тебе плачу ты кретин если думаешь что я позвал тебя за советом хочешь чтобы мои люди делали за тебя всю грязную работу уясни отсидеться в сторонке у тебя не получится понял меня я понял понял так то лучше советчик чертов знаешь кто это естественно известный человек своих кругах значит так чтобы твои люди были у его дома в нужное время малик тоже там будет филипп все подробно тебе объяснит даже такому кретину как ты станет все ясно понял я понял хорошо босс вы куда я хотел обсудить с вами еще один вопрос я в париж отдохну от вас обсуди с филиппом хорошо вот придурок зеленый всех бы вас крохнул слышь марко сколько раз тебе еще повторять не буду я ни за что работать в твоей кафешке жарить бургеры и получать за это гроши я работаю на серьезных людей понял это не мое чего тебе слушай что у меня только 10 евро цена 50 слушай нет мне я там я долг не даю слышь меня мужик алло найдешь деньги приходи свалил таким нариком я спуску не даю а я слышал что чечен тебя чуть живьем не похоронил знаешь что этому чечену недолго осталось скоро мой босс его уничтожит от него и мокрого места не останется джан-мишель заберет все его точки а ну пошел вон ты чего возишься там свалил отсюда алло джечен это я не 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 постой информация важная но это не бесплатно одну ковую говори бабки давай бабка тебе правда бабки вперед берет ах ты не зле меня понял больно ты точно меня понял ты понял ты мне чуть долго не сломал колу побыстрее я слушаю какая информация зачем звал ваша кола 3 евро пожалуйста заплатим заплатить быстрее сдачи не надо большое спасибо я услышал но что жан-мишель хочет убить тебя а еще жан-мишель хочет забрать все твои точки и все да я думал и ты забил мне стрелку чтобы рассказать мне эту туфту да я тебя предупредил что ты знал знаю без тебя фуфломет а что мне за это да пей мою колу итак ты слышал все решено оружие получишь завтра сделай хорошо то что тебе поручил жан-мишель и в результате ты сможешь очень хорошо подняться поверь я не подведу манэ сделаю все чистое тогда полагаю что малик уже не существует а смотри 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слушаю, Семен Малик У меня большие неприятности Мне нужна твоя помощь Можешь приехать прямо сейчас ко мне домой? Сейчас буду Жду Он уже едет ДимаTorzok Семен Семен Представлена первая картина Дима Торзок Адаму Тайсумову Которую он рисовал Ищу Включая Идут Семен Идут Семен Семен Это полиция. Сдавайся. Выходи с поднятыми руками. Ладно, я выхожу. Армень, он выходит через задний двор. Я купил тебе билет на утренний рейс. Через три часа ты улетаешь из страны. Как я могу уехать? Семёна убили. Ни за что. Он вообще не при делах. И что скажут наши люди, если я спущу такое с рук? Я должен отомстить за Семёна. Ясно, что Семёна убили только за тем, чтобы подставить тебя. Хороший человек был. Жан-Мишель перешел черту. Я постараюсь уладить с копами по нашим каналам. Но завтра твоя физиономия будет во всех новостях. Это край. Вся полиция Франции будет тебя искать. Ты должен немедленно улететь из страны. Ты не сможешь прятаться от копов и решать вопрос с Жан-Мишелем одновременно. Если я тебе ищу брат, то ты поступишь так, как я прошу. Этой ночью в своём доме был убит правозащитник Семён Мартынов. В полиции утверждают, что установили личность убийцы. Имя подозреваемого в интересах следствия пока не разглашается. И что послужило мотивом преступления, пока неизвестно. Пистолет, из которого были произведены по меньшей мере три выстрела, пока не найден. По нашим данным, подозреваемым является один из близких друзей убитого. Мы будем держать вас в курсе событий. Да этот Чечен, поджав хвост, сбежал из страны. Отлично. Теперь он нам больше не опасен. Думаю, было бы надёжнее его завалить. Война. Началась бы война. Ты думаешь, его люди стали бы просто молчать? Но он может вернуться. Исключено. Категорически исключено. Шеф, вы обещали передать все точки во Франции мне? Не помню такого. Как? Так. Я, босс. Не ты закрой рот, работай и не рыпайся. Заводи, поехали. Ах ты лживый, мерзкий ублюдок. Наш самолёт произвёл посадку в аэропорту города Махачкала. Желаем вам всего доброго. Заканчивается посадка на рейсе 171, следующий по мосту Махачкала-Москва. Опаснующих пассажиров просим срочно пройти на посадку в выход номер 2. Костя, неужели ты? Здорово. Привет, дружище. Добро пожаловать на родину. Спасибо. А ты изменился. Лет 10 не виделся. Понадобились деньги на неотложные нужды? Тебе не дали, а я дам. Деньги. Быстро и без отказа. Бесплатно. Каждому клиенту. Получи 100 тысяч рублей на 30 дней без процентов. Бери бабло.ком. Лучшее предложение по беспроцентным займам. Онлайн займы на карту без процентов. Переходи на сайт берибабло.ком и реши свою финансовую проблему сейчас. Это так. Как там цивилизованная Европа, а? Все тихо, мирно, по закону? Я бы не сказал. Как полет? Ненавижу самолеты. Это что такое приключилось? Ты ненавидишь самолеты? Помнишь, как на последнем задании? Как то ж вертушка была. Да, знатно мы им тогда по заднице врезали. Да, было дело. Да, давно это было. Как будто в прошлой жизни. Да уж. Слушай, Костя, а тачка-то тебе не кислая. Да что ты, зверь. 500 кобыл под капотом. За руль хочешь? Не-не-не, в другой раз. Ну смотри. Поехали. Только не взлетай. Проходи, дорогой. Вот смотри. В прошлом году себе приобрел ресторанчик. Сразу заказал авторский дизайн. Сделал дорогой ремонт. Хорошее оборудование на кухню закупил. Брендовая мебель. Проходи. Терраса неплохая, весь город как на ладони. Присаживайся. А я так считаю, что можно сделать ресторан за 5 миллионов, и люди к тебе будут ходить. А можно сделать сарай с печкой за 40. И никого не будет. Ты прав. Добрый день, Константин Львович. Здравствуй, Ксюша. У вас все хорошо? Все отлично. Значит так. Знакомься. Это мой друг Малик. Здравствуйте. Здравствуйте. Он только что приехал из Франции. А когда бы он сюда не пришел, в любой день для него все бесплатно. Не стоит, Костя. Зачем? Слушай, ты давай меня в краску не вгоняй, а? Ты мой гость. В любой день заказываешь все, что хочешь, бесплатно. Поняла? Поняла. Хорошо, а сейчас сделай нам что-нибудь перекусить. Хорошо, минуточку. А ты доверяешь этому Исламу? Сам же говорил, что он уговаривал тебя работать с наркодилерами. Он просто думает, что мы под Жан Мишелем больше заработаем. Вот и все. Доверяю ли я ему? Да. Будь осторожен. Мой опыт подсказывает, что в любом деле найдется крыса, которая предаст. Только не он, Костя. Исключено. Мы как братья. Ну, а что этот? Пикассо. Моне. Моне? Моне просто шестерка. А вот Жан Мишель решил подмять под себя весь Париж, и я стал ему как кость в горле. Я уверен, что Жан Мишель меня подставил. А может, ну и в эту Европу. Слушай, такие люди, как ты, здесь сейчас на расхват. Давай будем работать вместе. Приятного аппетита. Пожалуйста. Не думал взять семью. Вернуться в Россию. Сейчас здесь большие возможности. Можно сделать хороший бизнес, хорошие деньги. Не знаю, Костя. Не думал еще об этом. Посмотрим, видно будет. Приятного аппетита. Извини, лягушек не было. Еще этого не хватало. Располагайся, чувствуй себя как дома. Да, если захочешь, как в старые добрые времена, прокатиться в горы, мой байк в гараже. Бери, не стесняйся. А, холодильник. Холодильник забит едой. Чистое постельное белье в комоде. Держи. Спасибо. Слушай, а почему ты думаешь, что тебя подставил именно этот Жан Мишель? Ты же не можешь этого знать наверняка. В твоем бизнесе всегда есть недоброжелатели, которые хотят занять твое место, забрать твои точки. Это же хорошие бабки. Костя, я уверен, что это он. Пока он не появился в Париже, все было хорошо. Марокканцы, албанцы, алжирцы, турки, все были подо мной. И никто пикнуть не смел. Я уверен, это он. Тогда почему он тебя не убил? Костя, это не так просто сделать. Кому-кому о тебе об этом лучше знать? Мои люди стали бы мстить. Началась бы война. Поэтому он решил руками полицейских сделать грязную работу. А самому остаться чистым. Продуманная гнида. Да. Но в одном он просчитался. Он убил моего друга. За это он мне заплатит. Если нужна будет помощь, обращайся. Связи в конторе у меня остались. Да нет, Костя, ничего не надо. Жан Мишель ждет, чтобы я дал заднюю, чтобы лег под него, чтобы разрешил продавать наркотики на моих точках. И тогда он даст команду замять дело об убийстве. Ну, а ты чего? Ислам уже занимается этим вопросом. Улик на меня нет. Пистолета нет. Меня никто не видел. Хорошая сумма денег в нужные руки. И мой вопрос решится. А я пока пережду здесь. Чтобы не было лишнего шума. Ну, хорошо, если так. Ну, а сейчас располагайся, отдыхай с дороги. Мне надо отъехать на недельку. Как вернусь, устроим культурную программу. Природа, горы, шашлык. О многом поговорить надо. Конечно, брат. Да. Чуть не забыл. Телефон с местной симкой. Здесь забит мой номер. Звони в любое время дня и ночи. Все, поеду. Хорошо, спасибо. Долетел без проблем, Аслан. Как продвигается мое дело? Полицейские забрали несколько наших ребят на допрос. Задавали вопросы про тебя. Копы сказали, что у них есть свидетель. Какой такой свидетель? Какой ты наркоман. Не парься об этом. Кто ему поверит? А адвокат что говорит? Пока ничего конкретного. Изучай твое дело. Ладно, как с полицией проблему решим. Это гнида. Жан-Мишель ответит за все сполна. Что за туристический фонтанчик? Трансцендентальное единство о перцепции философии Канта это единство сознания, пребывание в моменте. Не, уже не эту фигню кто-то смотрит. Трансцендентное единство о том, что есть скорее всего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мне надо идти, выйду на связь, как поговорю с ними Не переживай, все будет нормально, брат Давай, перезвоню, давай Ислам, почему не перезвониваешь? А Ислам больше не может говорить Что это значит? Что это значит? Ты кто? Ты меня не узнал? Нехорошо, нехорошо. Это Мане Хорош со мной в игре играть Почему у тебя его телефон? Ислам лез куда не следовало Это из-за меня, он ни при чем Он ни при чем, Мане А это уже не важно Ислам мертв Если ты не успокоишься, твоя семья следующая на очереди Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет, Кость Привет, Малик Что-нибудь будешь? Нет, спасибо, не буду Может, кофе? Не буду, Кость, я ничего Мне надо срочно попасть во Францию Они убили Ислам И объявлен международный розыск Мне очень жаль Но если ты сейчас, сломя голову, понесешься во Францию Тебя сразу повяжут Теперь твой паспорт в базе Интерпола Ладно, я могу поднять старые связи Сделать тебе поддельные документы Но На это надо время Сколько? Месяц Месяца у меня нет, Кости Есть один человек Он занимается нелегалами В общем, незаконное пересечение границы Для тех, кто хочет попасть в Европу Годится Но Там одна проблема Он просто отмороженный на всю голову Повернутый на уличных гонках У него автомастерская за городом В промзоне Как его зовут? Дизель Дизель? Не удивляйся Ты все поймешь, когда его увидишь Да, и вот Возьми мою машину Зачем мне твоя машина? Поверь, так надо А, кстати, Костя, это тебе Не понял В твоей квартире ураган прошел Какой ураган? Мощный 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 Шеф, к вам пришли. Хорошо. Ты дизель? Да, я. Тачка твоя. Моя и что? Погоняем будет моя. Едем по верхней дороге, сворачиваем на Бакинку. Финишируем на Каспийском кольце, возле самолета. Ну что, ты все понял? Мы болтать будем или ехать? У меня 717 лошадей, у тебя 500. Ты готов ключи потерять свои? Не важно, сколько лошадей. Главное, кто между рулем и сидением. Ага, финиш покажет. Машу. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...